Ну, хорошо, мы приехали только что с Америки недавно, вот, улыбаешься. Жизнь профессионального спортсмена расписана буквально по минутам. Тем ценнее каждое мгновение, которое удается провести с семьей. Василий Ломаченко после триумфального дебюта на профи-ринге получил возможность ненадолго вернуться в родной город. В интервью «Недели спорт» Василий поделился впечатлениями об американском отрезке своей спортивной жизни. Попал, попал, когда в Америку, да, во-первых, первое, с чем я столкнулся, что мне пришлось, это перестраиваться во времени. Да, мне нужно было пару дней акклиматизации, я даже тренировки начинал где-то около 5-6 утра иногда, потому что я просыпался где-то в полпятого утра, да, и как бы сразу одевался и шел там на утреннюю тренировку. И у меня там добавился один тренер, который непосредственно развивал мою скорость, потому что две недели до боя там. Это, он был физиотерапевтом, он так еще и работает в Лос-Анджелес Лейкерс, да. Вот с ним я поработал две недели, как бы, и получил массу удовольствия, массу опыта, наверное, потому что там я делал такие упражнения, такие вещи, которые там первый раз в жизни, например, ну, делал вообще. Мне как бы понравилось это разнообразие, можно так сказать. Я переключился с одной работы, которую я постоянно выполняю. Там немного уже другие были упражнения, другие, как бы, вообще задания. Это немного меня, наверное, направило в другую сторону. Ну, может быть, у них там есть своя специфика, как говорят. У каждой, в каждом, каждая хозяйка борщ по-своему варит, вот так скажем. Поэтому, ну, у них свои упражнения какие-то интересные, которые мы почерпнули, для нас они были новые, интересные. Точно так же и наши упражнения, которые, ну, с другого континента, интересные для них. Уже в дебютном профи-бое Ломаченко готов был боксировать за чемпионский пояс, то есть 12 раундов. Но в ходе переговоров глава промоутерской компании Топ Рэнк Боб Арум объяснил, что этого делать нельзя, так как существует определенная процедура. Боб объяснил, что это действительно есть какая-то определенная процедура. Нужно провести хотя бы какой-то рейтинговый бой, да. И тогда второй бой будет уже проще организовать, поэтому первый бой был 10 раундов. По идее мы готовы были и настраивались даже на 12 раундов. Мы же до этого уже проходили на тренировках, работали и больше 15 раундов. То есть у нас тренировочная работа гораздо сложнее, поэтому... Но они же об этом не знали. Естественно. Задача была попробовать это уже в ринге, в реальном бою. Спарринги Василий Ломаченко проводил в зале Фредди Роуча Wild Card. В Лос-Анджелесе это считается брендом и недостатков в спарринг-партнерах наш боксер не имел. Всего их было трое и они постоянно менялись, невзирая на то, что уже во втором спарринге Вася послал своего соперника в нокаут. Просто получилось так, что я попал ему по печени, он упал, как бы это уже был как раз конец раунда 10-го, последнего. Понятно, ему было больно, я потом после этого подошел, поблагодарил его, извинился. Но хотя он сразу после этого, когда уходил, попросился на следующий спарринг, говорит, можно ли я снова приду? Я говорю, ну конечно. Вечер 12 октября. Американские, да и не только болельщики, запомнят надолго. Вряд ли на их памяти был более яркий дебютант, чем в ту ночь бокса. Но этого они не знали, и зал был практически полупустой. Когда я именно выходил, зал не то что наполовину, но он, наверное, даже меньше, чем полупустой был. Единственное, что мне было, конечно, приятно, когда Майкл Баффер объявлял мою фамилию, и так, типа, from Odessa, там, такое. Вот это было, конечно, он еще и на русском сказал, дамы и господа, мне вообще я внутри начал стебаться немного. Ну то есть это было приятно и весело. Ну и отношения, естественно, болельщиков, зрителей очень объективные. Вот мы поначалу, когда зашли, тоже так, какие были критические какие-то высказывания, там, крики. Но когда начался бокс, то народ довольно-таки адекватно начал реагировать и воспринимать приятно и правильно то, что они видели. Уже первый раунд бой Ломаченко-Рамирос показал, что германец превосходит своего соперника во всех компонентах бокса. В быстроте передвижения, в технике, физической готовности. И реально он мог закончить в первом раунде, я просто крикнул ему, не бей его, да и все. Да, и он уже там практически, если так посмотреть, вот уже с этой стороны, да, он 4 раунда, он петлял, избегал вот этих жестких столкновений, которые могли привести уже к нокауту на любом встречном курсе. Несмотря на то, что установка на бой для Ломаченко была пройти всю дистанцию в 10 раундов, поединок закончился уже в четвертом. Это стало полной неожиданностью для Анатолия Николаевича. Неожиданно, конечно. Почему? Потому что, я же говорю, задача была пройти всю дистанцию 10 раундов. И единственное, что было, акцент на том, чтобы поработать легко серийно. И та работа, которую он выполнял, это там последние 30 секунд, там, ну, даже по записи видно, что он не вкладывался. Он был тактически правильно поставлен бой у него. Каждое его действие, каждое его передвижение по рингу было оточено, продумано схематически. И как результат мы увидим победу. Вопросов нет. Нынешний чемпион WBO Орландо Саллида, бой с которым должен состояться в Нью-Йорке 25 января, по словам Василия Ломаченко, очень сильный и опытный соперник. И тем интереснее будет то зрелище, которое мы увидим после Нового года. Я вот смотрел все его бои практически, там, такие топовые. И я не видел, чтобы он в одном бою хотя бы там сделал шаг назад. То есть человек, который боксирует, ну, у него есть хотя бы в подсознании, что там какая-то оттяжка есть, там, я не знаю, какие-то обманные действия. Это человек, который идет постоянно вперед, идет и хочет всеми силами выиграть. Мне это нравится, мне это по душе, потому что мне нравится, когда так со мной боксирует. Ну, конечно, он на голову выше, чем Рамирес, намного сильнее и намного, скажем так, прочнее у него и защита, поинтереснее он, поразнообразнее. Это будет очень интересный бой.